Друзья! Чувак, подстригись, пожалуйста! Да-да, сегодня снова музыкальная дичь, но на сей раз я решил взять классику, причем взять не оба откуда, а из комментариев. В общем, сегодня играем в жуки батарейку на жуках. Не, стоп, что-то попутал. А, да, жуки, батарейка на батарейках. Кстати, надо один конфликтный момент с вами уяснить. Насчет Ваганоча. Друзья, это очень важно. Очень много комментариев появилось на тему того, что я у него что-то украл, или наоборот, неважно. Я хочу, знаете, что сказать. Если вы хотите написать что-то оскорбительное в мой адрес, особенно оскорбительное, пожалуйста, проверьте не только количество подписчиков на наших каналах, типа у кого больше, тот и прав, но и даты выхода роликов. Дело в том, что я занимаюсь игрой на всяких странных предметах, связанных с названием песен или не связанных, уже очень давно. Даже из того, что вы можете прямо сейчас видеть на канале, первые ролики относятся еще там к осени прошлого года. Я что хочу сказать, это на 100% моя идея. Вот даже Дэви 504 в флагиате, которого меня многие также обвиняют, он делал либо совершенно другие вещи, либо что-то близкое, но я этого не видел. У меня совершенно другая концепция, и то же самое касается Ваганоча. А касательно того, что последний делает сейчас примерно то же самое, что и я, если не точно то же самое, ну, я с Игорем лично не знаком. Я не знаю, видел он мои ролики или не видел. Надеюсь, что, конечно, не видел. И просто взял эту идею из комментариев или из своей головы. Знаете, часто людям приходят одинаковые идеи в голову. Но так или иначе, друзья, я тут ни при чем. Я ни у кого ничего не воровал. И не хочу ни с кем ссориться. Правда, пускай все снимают все, что хотят. Вот мне вообще без разницы. Главное, не надо мне, пожалуйста, писать, что я свои идеи у кого-то украл. Это задевает. Хоть и чуть-чуть. Вот так вот. Ну все, к трэшу. По традиции сперва барабаны. И, как говорил мой дед, начинать надо с малого. Не уверен, что он имел в виду именно этот малый. Но любая интерпретация правда хороша, не так ли? Готово. Я думал, это будет немного сложнее. Да, легко вышло, но записать это только полдела. В лоджике я взял звук, записанный только что на ваших глазах, и решил его размножить, чтобы получился эффект струн малого барабана. Было так. Сначала стало так, 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 а потом так. Круть. Теперь по классике применяем пресет эквализации. Позже я его еще подгоню под микс, а сейчас оставлю как есть. Ну и, конечно, куда же без Криса Лорда Элджи с его CLA Драмс. Быстро, удобно и результат мне понравился. Но понравился не до конца, поэтому я еще воспользовался ривером для пш-пш-пш эффекта. Ну все, теперь точно круть. Настало время бочки. Так, тут я придумал небольшую хитрость и провожу между столом и батарейкой руку. Блин, капец звук сочный, согласитесь? Настолько сочный, что едва наложив эквалайзер, я услышал это. Капец, Дэу реально надо делать барабаны, а не батарейки. Ну и не машины. Ладно, оставим народный узбекский автопром в покое и перейдем к CLA Драмс. Тут, тут просто без комментариев. Это просто сок. Что ж, приступим к хэтам. Блин, сегодня все настолько просто идет. Реально, это вам не горило. И я, наверное, в каждом ролике подобного формата буду вспоминать, как я на горилле играл. Ну серьезно, там я даже не знал, как подступиться, а здесь что? И готово. Хэты я обработал так же, как и все до того, но еще дополнительно наложил в припеве дикий реверт, просто для того, чтобы получился эффект крэша. Это такие большие тарелки, которые делают не мини-бдыш, как хэт, а большой бдыш. Круто объяснил, ну ладно. Как видите, я еще расставил все по песне, даже не стал сэмплировать, ведь барабаны в оригинале более чем базовые. Тут суть явно в душевности песни, а не в музыкальной составляющей. Но тем проще для меня. Так, теперь мелодия. У нас тут две, так сказать, дергалки. Да, я специально выбрал такую батарейку, но, как вы уже поняли, я тот еще читер. Короче говоря, вот это у нас будет басуха и ритм-гитара. Господи, ритм-гитара. Это соло-гитара. Блин, это вам не фендер какой-нибудь. Вот это я понимаю крутое звучание. И второй контактик. Это у нас будет О, да. Записалось все не просто нормально, а прямо-таки идеально. Если бы я, конечно, не отвлекался так много. Ребят, вы когда-нибудь представляли, что это гусеница от танка? Да, посмотрев на себя со стороны, понимаешь, почему работаешь по 6 часов в день и при этом ничего не успеваешь. Затем я воспользовался сэмплером. Почему-то никогда вам не рассказывал, как я это делаю, так что вкратце за 10 секунд поясню. Это то же самое, что пианино. Только под клавиши с нотами можно забить не звуки биения молоточка, а разные струны, как в фортепиано, а любые другие. Например, звуки батарейки. А дальше просто дотягивать их с его помощью до нужных нот. Я ноты прописываю заранее, в медишке, но это можно делать и в реальном времени. Хотя я все равно жду комментариев про то, что я все загрузил в автотюн. Короче, вот что получилось в итоге. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Стой! Не выключай это видео. Я знаю, что после прослушивания этой мелодии у тебя возникло непреодолимое желание поставить ее себе на рингтон. Или написать мне, чтобы я подстригся. Ладно, насчет рингтона. Я же не зря делал вот эту вот штучку, да? А для того, чтобы вы все подписались на мою группу ВКонтакте. Не, серьезно, ребят, переходите в группу ВКонтакте. Те, кто хочет задать мне какой-то вопрос, в комментариях на Ютубе я уже не всем могу отвечать, а там могу отвечать всем. И, кстати говоря, я там 100% сделал пост с этим роликом. Можете в комментариях написать ваши идеи насчет следующих роликов. Там я уж точно рассмотрю все идеи. Скорее всего, поотвечаю всем, кто будет задавать вопросы. Вернее, точно, там открытая личка. Короче говоря, берите вот так вот свои гусеницы и едьте в мою группу. Ну, а тем, кто заинтересован в подобных роликах на Ютуб-канале, я думаю, все и так понятно. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Пока!